всем привет привет про биоэнергию комбикорм да короче говоря мы скинули информацию да по поводу того что мы готовы провести партию вырастить партию на их комбикорме биоэнергии что мы написали письмо о том что мы значит готовы возобновить с ними общение по этому поводу что вам интересен этот опыт увидеть на нашем канале и раз вы хотели с нами сотрудничать по поводу независимого тестирования корма то давайте мы созрели так уж мы рискнем своей птицей покажем ваш комбикорм если вы в нем уверены вот такого плана сообщение было это не было предложение рекламы безусловно потому что мы не рекламируют дакор мы хотели его попробовать в реалии что на что на какой ответ ты получил уже тебе звонили мне позвонила до менеджер или кто я не знаю или на сказала что готова сегодня машина идет мимо нас и готова прислать нам один мешок роста один мешок старта эконом линейки и один мешок роста один мешок старта какой-то люксовый или премиум линейки и 1 игра финиш ну финиш говорит еще мешок но эконом только у нас есть письмо да нет или это разговор и пожалуйста пришли пришлите как можно быстрее адрес чтобы вот сейчас буквально через пять минут надо нам знать и все машина да а я спросу не значит даже не понял о чем это разговор да был взял я потом на струбку положил думаю а че будут делать с двумя мешками то роста старта и 3 еще финиш мешок нет но для тех кто проводит эксперимент на пяти кур в принципе да но можно им дать достаточно короче вот в общем я перезвонил я сказал что это самое так не пойдет пойдет так чтобы значит вырастить нормальную партию как допустим мы растели на маркорме или на пурине да это разговора 100 штука где можно было увидеть как они выросли равномерность поголовья до однородной стадо к по количеству падежа ну что вообще понятно хоть что-то стало потому что меньше чем на 100 штуках но это смысла нет никакого делать вот в принципе она сказала хорошо там присылайте сколько нужно вам да я ориентировочно сказал по маркорму сколько нужно старта сколько рост сколько финиша ну вроде бы значит она согласилась на эти условия вот мы написали письмо потом да с тем что мы должны но мы поставим письма увидеть да но смысл в том что нам надо было обязательно обсудить конкретно что это не рекламы что это независимое независимое тестирование и что это будет каком формате выглядеть ну и как это все будет происходить вот мы получили письмо уже вот кто-то там заставлял покажем вам список очень интересно на мой взгляд так это просто прямо короче если хотите отмазаться то вот этот вариант до отказать но не так все просто оговоримся в принципе их тоже можно понять с их позиции можно понять до малый что там у тебя в хозяйстве может произойти а ты скажешь что вот корм виноват плохой но вроде как мы претендуем на адекватность да и но даже с маркормом это мы там говорим что возможно у нас не это самое мы сравним с другой партии вот другая партия растет мы сравниваем вы видите да вы сравниваете в тех же условиях что как происходит уже можно делать выводы какие-то правильно правильно вот так же и здесь мы же не планируем не планируем да объективный эксперимент хотим провести но там выкатили такие условия что произвести его просто невозможно там саш вопросы на которые нас попросили ответить но мы ответили в общем как как тишина все вопросы и с приложением соответственно с моими мыслями по поводу необходимости выяснения некоторых аспектов по причине того что они реально не являются отправной точкой одним из пунктов в их опросники был значит какие какие лекарства вы даете какие антибиотики используйте там вакцинации еще что-то значит что-то смывы смывы да яйцо чем чем пропаивается родительское стадо короче говоря инкубационного яйцо чем вакцинируется прививается но то есть там вопросы которые можно отнести вот какой-то птицеферме огромный да там каком-то холдингу там птицеводческому но никак не к личному пособному хозяйству вот да есть на вопрос который требует разъяснения мы все написали все там разъяснили как бы да как как могли как вот у нас реально это обстоит дело по поводу там они анализов микробиологии вот мы запишем ролик как мы ездили на микробиологию сдавать оборвались оборжаться короче говоря там в итоге нет у нас микробиологии даже никто не делает в районе во владимир горит визите за 120 километров в общем такие вопросы были но если короче хотели соскочить то хорошая попытка да но неудачная на мой взгляд мы на все практически ответили она что не ответили обосновали что ответ на этот вопрос в принципе никоим образом не влияет на качество корня я переписала все вопросы в таблицу и написала в параллели ответы вы их кстати можете тоже посмотреть в общем в принципе те кто смотрит наш канал все эти ответы всем известны прочитаю вам только послание которое я написала вместе с вот этими ответами на вопросы отправила используемое в нашем хозяйстве инкубационное яйцо не имеет известных нареканий и не подлежит сомнению наши цыплята выращивают в разных хозяйствах и эта партия не исключение что позволит утверждать заражение молодняка не может происходить по вине некачественного исходника при падеже птицы у заболеваний подлежащих вакцинации претензий к кормам быть не может так как эти заболевания имеют очевидные симптомы и признаки при вскрытии большой процент падежа птицы так как большинство пыха не применяют вакцинацию на своих цыплятах а ваша корма предназначается именно для этой категории птицеводов мы не считаем вакцинацию необходимым условием при тестировании кормов именно для лпх они для производственного фабричного кормления мы ищем корм для птицы без лекарственных препаратов для того чтобы вырастить чистую птицу и по общению с представителями биоэнергия не слышали о рекомендации применения антибиотиков или вакцинации при кормлении вашими кормами если это обязательное важное условие выращивания птицы на комбикормах биоэнергия то отсутствие лекарств в них не является плюсом компании как заявлено в буклетах а скорее обременением птицеводов накладывающие на них нагрузку в виде поиска систем химических пропоек если корм предназначен для пользования в частном подсобном хозяйстве то наши условия содержания птицы можно назвать хорошими с соблюдением необходимых норм дезинфекции дезинсекции и дивертизации металлические стены потолок постоянная ежедневная уборка помета клеточное содержание система вентиляции все эти моменты выращивания птицы создают более чем хорошие условия возможные в лпх никаких постоянных смывов и контроля по микробиологии яйца стен и так далее не является условием выращивания птицы в лпх к тому же в нашем случае не имеется возможности проведения ветеринарных лабораториях районов куда мы обращались за подобными исследованиями это город александров и город юрьев польский более того мы говорим с вами о проведении этого эксперимента на 100 птиц и это тоже наши риски это количество голов уменьшает погрешность при сравнении показателей привесов на разных кормах при участии в сравнительном эксперименте меньшего числа птиц в одной группе могут оказаться больше кур а в другой больше петухов на 10 бройлерах эта погрешность очень велика мы постарались ответить на ваши вопросы и надеемся что наши ответы не помешают нам провести совместное независимое тестирование изначально предложенное вами хотим добавить что все условия содержания птицы мы показываем у себя на канале и вы и наш зритель имеет возможность оценить наши условия содержания по достоинству ваши представители также были осведомлены о том по их словам в нашей переписке какому хозяйству они предлагали сотрудничестве изначально и что это за условия содержания птицы у нас лпх подписчики нашего канала является целевой аудиторией для вашей компании это как раз тот сегмент птицеводов на которых нацелена ваша линейка кормов для бройлеров в условии лпх с уважением елена и александр вот такое письмо мы приложили к ответам на все эти вопросы ответы можете посмотреть сами но ребят у нас есть всегда вариант мы можем поехать купить эту корм и вам показать нет проблем мы так и сделаем возможно но не в этот раз потому что наши другие заморочки ну все на этом мы с вами прощаемся надеюсь информация была для вас полезна пока